А гостем нашей выпуска в студии у нас все это время будет политический обозреватель Мурат Саддадинов. Мурат Малинов, здравствуйте, добро пожаловать в Каневский Кир. Добрый день. Где есть еще один такой момент, уважаемые гости, это вопрос каждому из вас. Начнем с Мурата Малиновым. Предлагаю поговорить, знаете, как о роли лидеров таких исторических процессов. Знаете, быть лидером, ну, скажем, на гражданке, когда вот как бы нет войны, это одно. Быть лидером нации, народа, когда страна воюет, это совсем другое. Разные качества требуются, не у каждого получается это сочетать. Я хотел бы, Мурат Малинов, ваше мнение узнать, ведь это же все-таки, конечно, есть в истории какой-то дискурс, так сказать, о, знаете, как, о важности роли лидеров исторических процессов. Да, я не думаю, что окончательного ответа на него будет. Но я хотел бы узнать ваше мнение. Какую роль в этой войне сыграло именно лидерские качества? Лидерские качества и личность нашего президента собрали исключительную роль в этой победе. Эти качества я не хочу относить только к 44-дневной войне, потому что вся эта война, это была заключительным этапом всей этой борьбы за освобождение земель. Потому что вся работа началась много, даже, можно сказать, десятки лет тому назад. Первое с того, что мы начали создавать свою экономическую независимость. И когда мы это проводили в жизни, мы столкнулись с большим давлением. Если вы помните, в свое время у нас были проблемы, когда мы строили Баку-Твилиси, Джей-Хан. Когда мы начали разрабатывать свои нефтяные месторождения, сколько стран на нас оказывало давление, как это было трудно. Но это был залог сегодняшней победы. И тогда личные качества прежнего президента Гейдара Алиева показали свой результат. Затем уже Ильхам Алиев, реализовывая вот эти транспортные проекты, это же проекты, мегапроекты, транснациональные. Здесь затрагивались интересы многих стран, и не маленьких стран, стран, которые намного сильнее нас. И мы все-таки смогли это провести, смогли это реализовать. Мы видели только вершину айсберга. А что происходило за этим, какие трудные, тяжелые переговоры шли, мы об этом не знаем. Все это реализовал господин президент, благодаря своим личным качествам. Когда мы входили в движение присоединения, когда мы входили в исламский мир, вот эти все организации, они все тоже были продуманы, все было продумано и нацелено на сегодняшнюю победу. Почему? Потому что мы знаем, во время войны два раза были попытки провести резолюцию в Совете Безопасности ООН абсолютно несправедливую в отношении Азербайджана. Я даже могу привести пример текста одного, где требовалось, чтобы Азербайджан отвел свои войска к границам 1994 года. Вы представляете, Совет Безопасности принимает резолюцию. Во-первых, он, эта резолюция не отвечает всем четырем прежним резолюциям. Во-вторых, он требует от государства не обеспечения своих границ суверенитета, а к выдуманным оккупационным людям. И вы представляете, кто нам тогда помог в этом мире странном неприсоединении. Смотрите, какая политика. То есть, когда это было задумано и когда это дало результат. И когда мы сегодня говорим о самой современной армии, о самых современных вооружениях, мы говорим, они же дорогостоящие, эти беспилотники, эти камикадзе. А вот что это для нам, повод купить возможность, это дало нам экономическая безопасность. И самое последнее, когда в сходе 44-дневной войны мы уже увидели своего президента в качестве главноканадающего. Он одновременно руководил армией и одновременно ввел еще огромную борьбу с информационной дезинформацией мирового армянства. Вы помните, какие журналисты приезжали, какие вопросы задавали? Буквально более 30 интервью в течение 44-дневной войны всем ведущим СМИ. Эти вопросы, многое-многое другое. Я одно скажу. Вы знаете, я запомнил, когда президент после войны приехал в госпиталь встречаться с ранеными, он высказал одно слово. Он говорит, сейчас я это не могу говорить, государственный интерес не позволяет. Но может придет время, и я расскажу вам, с каким давлением и шантажем наша страна столкнулась во время 44-й войны. То есть мы еще не знаем всего того, насколько наш президент держал этот удар. Поэтому роль личности и роль нашего президента в нашей сегодняшней победе, она исключительна.